Пока в столице полиция жалуется на нехватку патронов, в регионах пули разлетаются по делу и без. В Харькове пьяный полицейский устроил стрельбу прямо на детской площадке. С кем он выяснял отношения подобным образом и чем закончились эти разборки, узнаем от Светланы Шикеры. Выстрелы на детской площадке мамы с детьми услышали около пяти вечера. Ну вот выстрелы какие-то, как петарда, и крики, и всё. А кто кричал? Мужчины. Мужчины кричали? Мужчины просто как ругались между собой. Эти женщины видели, как дети начали кричать и бросились в рассыпную. Да и дети, он вот в стол, там люди были, дети, и дети играли, и всё, там стали текать все. Когда прибыла полиция, игравшие в домино мужчины уже самостоятельно скрутили дебошира и выбили из его рук пистолет. 36-летний житель Харькова поводил себя неадекватно, хулиганил. Задержанный объяснил, дескать взялся за оружие, защищая свою жену. Патрульные полицейские запитали у затриманного человека, его версию подий, что самое случилось, на что он ответил, что эти трое неведомых граждан образили его дружину, через это возник у них конфликт. Стрелявший оказался патрульным, да ещё и с капитанскими погонами. Раньше работал в милиции, прошёл переаттестацию и снова поступил на службу. Журналистам задержанный твердит – не стрелял. Я не стрелял. То есть вы не подтверждаете, да, что вы стреляли? Нет. Оружие ваше? Оружие мое. Разбирались с дебоширом довольно долго. В полиции было машин 3-4, наручники одевали, снимали, водили, сажали в машину, выводили. Как квалифицировать это правонарушение, в полиции до сих пор не решили. Пока же на время расследования отстранили дебошира от работы. На тот момент находился на выходном. Нарази за данным фактом, керевницей заинициирована служба проверки. И это не единственное ЧП с оружием за минувший день. В центре Харькова на проспекте Науки трое мужчин на глазах у прохожих перекладывали оружие из одной машины в другую. Когда патрульные осмотрели автомобиль, то нашли в салоне автомат Калашникова, помповое ружьё и пистолет.